Мама, я попал в аварию, вы выиграли лотерею, ваша банковская карта заблокирована. С каждым годом различного рода мошенничества выманивают десятки тысяч рублей у доверчивых людей. По этому поводу сотрудники Управления внутренних дел по Ненецкому округу провели брифинг для журналистов. Несмотря на то, что СМИ постоянно рассказывают о подобных случаях, преступлений в регионе не становится меньше. Вы выиграли главный приз, ваша карта заблокирована, мама, я попал в беду, срочно положи денег. Подобные сообщения мошенники рассылают своим жертвам с целью легкой наживы. А доверчивые граждане охотно верят и отдают свои кровно заработанные эфиристам. И самое печальное, что с каждым годом мошенники придумывают более изощренные способы по выманиванию денег. Наиболее распространенные ловушки мошенников – это фишинг, интернет-продажи и продажи в социальных сетях. В январе 2015 года полиции уже зарегистрировано порядка 10 фактов подобных мошенничеств. Чтобы не стать очередной жертвой преступников, разберем подробнее. Фишинг – это вид мошенничества через мобильный телефон. Преступник делает СМС-рассылку сообщений с текстами «Ваша карта заблокирована или аннулирована». Для разблокировки свяжитесь с банком по телефону. И далее номер. Сотрудники полиции отмечают, обычно сообщения приходят с обыкновенных номеров операторов связи России, но могут быть направлены из коротких трех- и четырехзначных номеров. При разговоре псевдоработники банка сообщат вам, что необходимо подойти к терминалу и, следуя указаниям, проделать ряд нехитрых манипуляций. Также вас могут попросить продиктовать номер карты, срок ее действия, код безопасности и пин-код. Не отвечайте на этот СМС, это 100%. А проверить вы можете на сайтах банков. К примеру, если от Сбербанка, можете выйти на сайт сбербанк.ру и посмотреть, там все номера телефона, горячие линии есть. Ну, то есть все телефоны там вы можете проверить, посмотреть. Сотрудники банка предупреждают не верьте подобным СМС-сообщениям и звонкам с подобными просьбами. Ни при каких обстоятельствах не сообщайте никому ваш пин-код и другие сведения о банковской карте. Настоящие сотрудники банка никогда не позвонят вам с подобной просьбой. Не менее популярный способ обмана граждан – это интернет-продажи и продажи в социальных сетях. Чаще всего аферисты делают дубликаты интернет-страниц популярных брендов или специально созданные сайты, скричащие низкими ценами на товары и услуги. Вы заказываете товар, оплачиваете его и ждете, когда его привезут. Также и в социальных сетях. Заказывая товары в сомнительных группах и на интернет-страницах, вы рискуете остаться без денег и без товара. Честно признаться, лучше приобретать все в магазинах, это мое видение, чем приобретать в интернете. Но если есть какие-то специальные товары, но это надо использовать в сайты, которые более-менее проверены. Данная проблема очень интересная, потому что приобретает не только, как говорится, маленькие предметы, а такие, как снегоходы, техника на авитору и тому подобное. Сотрудники полиции совместно с сотрудниками банков еще раз напоминают. Будьте бдительны, не верьте сомнительным звонкам, сайтам и смс-сообщениям. Проверяйте информацию. Не давайте вашу банковскую карту в третьи руки. После отказа от оператора, утеря сим-карты или смене номера, не забудьте отключить от него услугу мобильный банк. Все советы и рекомендации есть в памятке, которую сотрудники разработали для граждан. Ее можно скачать на сайте ОМВД России по НАО.